Всем привет! Где-то в комментариях у меня спросили, как запустить Level Sequencer с помощью кнопки. Я не совсем понял, с помощью какой кнопки. То ли, допустим, в персонажа можно нажать клавишу и запустить Level Sequencer, или, может быть, в виджете. Но, в принципе, я могу показать в обоих случаях. По сути, структура одна и та же самая. Так, берем наш персонаж. Давайте создадим какую-нибудь клавишу. Пусть это будет, допустим, клавиша B. Так, ну вообще, предыдущий, да, то есть вот этот Level Sequencer, когда мы запускаем уровень, он начинает играть. То есть он записан в Blueprint уровня на BeginPlay. То есть, соответственно, сразу начнет воспроизводиться, как уровень загрузился. Давайте здесь его отключим. Здесь у нас прямая ссылка. То есть, то, что мы на уровне, она находится, мы отсюда ее сразу и берем. И с персонажа у нас так не получится. Нам нужно создавать сам и Sequencer, и, так скажем, ссылочку на него. Так, чтобы запустить, допустим, на клавишу B у персонажа, давайте напишем Create. Далее пишем Create Level Sequencer Player. И здесь уже выбираем наш Sequence. В данном случае это вот этот, где персонаж стоит с поднятой рукой. Далее мы можем сразу записать, допустим, как Promote Variable, то есть как переменную сделать, да, допустим, и где-то регулировать ее, необходимое там еще что-то делать. Можно просто сразу нажать проигрывание. Это у нас Play. Ну, неважно, можно и Play, можно Play Sequencer Player. Ну, Play достаточно. То есть, если мы сейчас зайдем, у нас никакого Sequencer не играет. Нажимая клавишу B, он начинает проигрывать. Ну и после этого персонаж пойдет, как необходимое, как и ходил до этого. Второй вариант – это, допустим, поставить какую-то миссию и еще что-то, допустим, да. То есть, открывается какой-то виджет, вы принимаете миссию, либо какие-то действия определенные складываются, что вам надо из виджета запустить в его Sequencer. Вот у меня здесь виджет, виджет миссию, допустим. Так, запустим его в персонажа, как минимум. Так, давайте, пусть это будет клавиша N. Клавиша N. Далее мы просто создаем сам виджет. Но, это не обязательно, это для того, чтобы мне быстренько вам показать. Так, я что-то не то нажал. Create widget. Далее выбираем сам виджет. И из этого виджета мы делаем показ его, да. Это viewport. А также нам необходимо сделать управление мышкой. Давайте я сразу напишу. GetPlayerController. Мы дадим разрешение на движение мышкой. SetShowMouseCursor. Сделаем галочку. И также сразу переключим на виджет. SetInput. UI only будет. То есть, все. Мы нажимаем клавишу N, открывается виджет. и мы можем управлять мышкой. Но я здесь много чего не написал. То есть, персонаж также может двигаться и так далее. Но это не важно. Далее мы в самом виджете на клавишу то же самое, да, прописываем на нажатие, да. Клавиша нажимается. Мы делаем какие-то действия. В данном случае это нам надо закрыть виджет, убрать саму мышку и включить наш sequencer player. Так, я скопировал необходимые вещи. Мы здесь убираем мышку. И далее мы переключаемся сразу. SetInput.GameOnly. То есть, переключаемся на игру. Чтобы мы... Не нужно было тыкать по экрану, чтобы захватилась мышка. И далее у нас... Да, можно, кстати, еще delay написать. Для того, чтобы... Ну, там, не сразу запустилось. Представим, что 0.2 достаточно будет. В данном случае мы можем также запустить CreateWellSequencerPlayer и Play. То есть, вот это все копируем и ставим в виджете. Сложностей здесь никаких нет. Давайте проверим. Я нажимаю клавишу and у нас появляется сам экран. виджета и если мы нажмем сейчас Play принять у нас запустится цепинсер. А, ну, еще мы забыли убрать виджет. Ну, это не сложно. сейчас мы добавим remove и он у нас перестанет проигрывать. То есть, до delay, давайте сделаем так. remove from parent. В данном случае он принимает self, то есть, он удаляет только этот виджет. да, и remove, скорее всего, да, всегда удаление делайте в конце. Хотя, возможно, sequencer у нас значит, будет работать и без этого. Давайте проверим. потому что, если после remove вы собираетесь какие-то действия выполнять, это не работает. В данном случае может он заработает. Нажимая букву N у нас появляется меню. Да, то есть, remove удалил и запустил sequencer. А на этом все. Ждите следующих видео. Пока. Продолжение следует...